Кумир Но когда слушаешь его интервью, стихи, читаешь стихи, песни слушаешь, внимательно слушаешь, слушаешь ухом человека, который все-таки открывал Евангелие, понимаешь, что там прослеживается христианская тематика. И вот буквально несколько минут назад на ютубе я обнаружил такой анализ стихотворения Вобла. Этого стихотворения я не знал. Я не знаю, без этого анализа догадался бы ли я, что это о Христе. Может быть, да. Вообще, в стихах настоящих поэтов всегда заложен какой-то второй глубинный смысл, и они не так буквально, как кажутся. Но от Вобла. Холод войны не милосерд и точен, Ей равнодушия не занимать. Пятеро голодных сыновей и дочек, И одна отчаянная мать. И каждый из нас глядел Вобла, Как по синей клеенке стола случайная, Одинокая Вобла к земле обетованной плыла. Как мама руками теплыми За голову Воблу брала, К телу гордому ее прикасалась, Раздевала ее до гола. Ах, какой красавицей Вобла казалась, Ах, какой крошечной Вобла была! Она клыла на плаху Буйную голову, И летели из-под руки Навстречу нашему голоду Чешуи, Пахучи и медики. А когда-то кружек звон, Как звон на ковален, Как колоколов перелив, Знатоки ее по пивным Смаковали, Королевой снеди пивной нарекли. Пятеро голодных сыновей и дочек, Удар ножа горячий, как огонь, Вобла вложилась Кусочек в кусочек, По сухому кусочку В сухую ладонь. Нас покачивала Военным ветром, И, наверное, потому Плыла по клеенке Счастливая жертва Навстречу спасению моему.